Итак, это технический и бухгалтерский и дивидендный анализ компаний Ростелеком, акции обыкновенной и компании Киви. Начинаем, пожалуй, с компании Ростелеком, акции обыкновенной. Я сейчас нахожусь на недельном графике. У нас имеется абсолютный боковик. Нижняя грань 92 рубля, верхняя грань это 100 рублей за акцию. То есть вот она проходит. Такие вот каля-маля. Вот. В чем суть? Выше 100 рублей, сейчас акции резона идти нет. Нету драйвера. Но и ниже уровня 88 и те драйвера тоже нет. Почему? Важно через то, что именно этот уровень, 88 рубля за акцию, вот этот уровень, да, это важная зона поддержки этого имитента. В чем смысл? В среднесройке акция, я бы не сказал, что она перегрета, но сходить на уровень 88 рубля за акцию, то есть вот сюда, предоставляется возможным. Я еще раз скажу, что меня жутко напрягает именно первый квартал 2021 года. Именно само отношение больших участников рынка к этому периоду. Это опять же никакая не накрутка психологическая, ни в коем случае. Но то, как они сейчас активно выходят из рынка, большие участники рынка, то есть они переходят в государственные облигации Соединенных Штатов Америки, в Трежерис, паркуют туда свои деньги. Это как минимум заставляет задумываться о том, что а не будет ли какая-либо волатильность в первом квартале 2021 года. То есть довольно резкие движения в рынке, какие были, например, в первом квартале 2020 года. К сожалению, я не Ванга, поэтому предсказать не могу. Но риск этого, я думаю, имеется. Хоть и выходит сейчас вакцины и прочее, но этот фактор нужно тоже держать на корню. И я сейчас за Ростелеком, соответственно, наблюдаю на перспективу подобрать этот имитент. Я считаю, был бы резон, была бы рентабельность, потому что его капитализация будет выше, чем она есть сейчас. Но я бы к ней присмотрелся только на уровне 88 рублей за акцию. Почему? Потому что, во-первых, перейдем на месячный график, мы подходим к очень сильной перегретьсти в данной цене. То есть, видите, вот она. RSI нам об этом говорит. Это первое. Те же самые полосы Боллинджера. Это подтверждает. Где будет сильный уровень поддержки на уровне 88 рублей за акцию? Это месячный график. И вот на этом уровне будут быки долбаться с медведями. Драка, бойня будет за этот уровень. Здесь проходит скользящий средний полос Боллинджера. Это не просто, как говорится, от балды взят эта цифра. Нет. Это совокупность уровней. Вот видите, исторический уровень был здесь с 2020 года. Был исторический с 2016 года. И в предыдущие годы, в том числе, вот он, 2013 год. Исторически важный уровень. Это медианный уровень всего минувшего нисходящего тренда. Ну, грубо говоря так. То есть, взятый за определенный диапазон времени. В истории Ростелеком стоил и 300 рублей за акцию в 2008 году. Следовательно, возвращаясь к нашему времени, мы переходим на бухгалтерский отчет компании. Во-первых, чистая прибыль за первое полугодие сравнялась почти с чистой прибылью за 2019 год. То есть, чистая прибыль за 2020 год будет намного выше, чем за 2019. Это на фоне дивидендов. Точнее, на фоне коронавируса. То есть, локдауны равно росту спроса на интернет-услуги. И прочее, что с этим связано. Далее, переходим на аспект дивидендов. Учитывая то, что чистая прибыль компания растет, я могу предположить то, что, опять же, опираясь на давнейшнее еще заявление компании, что, вероятнее всего, дивидендная находность по акциям Ростелеком будет приятна в 5 рублей в целом. Но, учитывая то, что чистая прибыль компания довольно весомо растет, и, учитывая то, что наш рынок дивидендный, а дивидендный прикол здесь у нас довольно часто происходит, то могут даже дивиденды по итогам 2020 года в 2021 году повысить. То есть, и в случае повышения этих дивидендов на рыночную капитализацию компании, это отразится позитивно. То есть, цена будет гнаться вверх. Опять же, вопрос, какая доходность будет. Сейчас 5,5-6% годовых. Если будет, допустим, 10% годовых, то мы Ростелеком увидим выше 100 рублей за акцию, это 100%. Но сейчас, в среднесрочный период времени, я бы ожидал Ростелеком на уровне 88 рублей за акцию. Внутри этого восходящего, среднесрочного, берущего свое начало с 2017 года тренда. Тем более, мы сейчас находимся на верхней грани вот этого канала. Следовательно, спуститься до уровня 80, это было бы актуально чисто и по волновому анализу тому же самому, и по фундаментальному, и по бухгалтерскому, и по событийному, и по техническому. Вообще, все в совокупности вещей, так сказать. То есть, данный имитент сейчас бы я даже под спекуляцию не брал бы. Да, на недельном графике пытаются удержать уровень среднесрочный. Вот данный уровень, ну там 94, 95, 96 рублей, то есть он восходящий, этот уровень поддержки. Но удастся ли рынку удержать его в случае наступления рыночной волатильности? На каком-либо негативном событии не удастся. Поэтому и я ожидаю 88 рублей за акцию Ростелеком. Сейчас, повторяюсь, лезть в нее нет никакого резона. Технически, на месячном графике цена уже перегрета. Это надо помнить. То есть, те люди, которые работают в рынке, скажем так, не знаю, 5, 6, 7, 10, 15, 20 лет, они понимают, о чем я говорю. Довольно рисково лезть в такие вот идеи. Потому что, как говорится, капитал зарабатывается потом и кровью, да, а теряется он по щелчку пальца. Щелкнул, хопа, и счет обнулился, да, или лоси наплодил. Вот такая, правда, жизнь. Далее, компания Киви. Смотрите, Киви находит в своем нисходящем тренде, я бы сказал, вот он проходит. Это тренд. Нисходящий тренд у нас идет. Канал. Именно с переходом в формацию нисходящего клина. В чем суть? У Киви есть зоны непроторгованные. Это вплоть до уровня диапазон 1225, дефис 1285. Вот смотрите, это недельный график. Цена находится вблизи зоной перепродности. Это первое. Второе. Цена оттолкнулась от полос Боллинжера, пробив их в моменте и начинает уже возвращаться в этот сферный диапазон, скажем так. Следовательно. По дневному графику у нас самый жесткий диапазон сопротивления будет именно на этом уровне. Начиная с уровня 1225. Вот примерно отсюда, что я сейчас обозначаю вот этим синим прямоугольником. Давайте перейдем на бухгалтерский отчет компании. Смотрите, в 2020 году компания заработала в два раза больше чистой прибыли, чем по итогам вообще 2019 года. Это очень хороший драйвер, хороший, так сказать, фундаментал для будущей дивиденополитики компании. Есть прогноз от, ну там, разных инвестдомов, да, и вообще. И уже на 1 декабря рекомендовали совет директоров дивиденд 25 рублей, 77, 25 рублей, 58 копеек. Интересно. Короче, в чем смысл? По итогам 2020 года, в 2021 году, дивиденды могут быть в компании выше. Но я еще раз хочу сообщить. Это хорошо. Высокие дивиденды, это автоматически памп акции, то есть рост. Сейчас наша акция в своем нисходящем, ну, в нисходящем клине, да, имеется зона проторовки именно среднесрочной. От уровня 1225 до уровня 1285. Но в чем суть? Я еще раз скажу, что цена возвращается, во-первых, в свой боковик. А тут нижний грамм боковика, это уровень 840 рублей за акцию. И тут, видите, имеется формация двойная вершина. Вот. Техническая формация, да. И берет на свое основание на уровень 870 рублей. Вот. Раз. Два. В чем суть? Суть в том, что я еще раз скажу, что в первом квартале даже сами МВФ, сами ФРС, они уже говорят, что, блин, темное время будет. Американцы то же самое. Хедж-фонды уже банки выходят в кэш, и они переходят в постоблигации штатовские. Ну, какую часть они оставляют в рынке, там, спекуляциями заниматься и прочим. Но по большей части они уже выходят в налик. То есть я к тому говорю, что при наступлении рыночка либо волатильности в рынке, да, акция, она уйдет вниз, на нижней грани боковика. В идеале эту акцию и подбирать. Вот. Потому что и там, где доходность уже будет выше, там, 10, там, и то 11% годовых, это будет драйвером для сильного роста в 2021 году. Потому что в случае одобрения этих дивидендов, вот, например, пришла акция на 800, там, сколько, не знаю, 40 рублей, да, нижней грани боковика. Дивиденды фактически 11% годовых получается. Ну, плюс-минус, 10,5-11%. Одобрять дивиденды, все, автопамп. Просто вот такой лютый рост и будет в этой акции Киви. Но сейчас брать Киви, вот, если брать только на отскок. Но для среднесрока она не особо актуальна, на мой личный взгляд. Да, хоть, опять же, и что-то, пятиволновая структура в этом кляну, и пятое, и десятое. Но поэтому я говорю, что чисто только на отскок. И важная зона сопротивления уже понедельному графику. Ну, да, так и остается. Это диапазон 1225-1285, то есть вот он. Сейчас я его помечу. Вот он, диапазон. И тут же проходит медианное значение полосы Боллинжера. Видите, скопление уровней сильно идет. Где скопление? А вот, ну, скопление уровней. Медианное значение. И вот это значение, скорее всего, цена не пробьет. То есть и этот фактор тоже необходимо учитывать. Технически цена не перегрета и не перепродана. Но все-таки под средний срок брать, ну, я не вижу рентабельности здесь никакой. Потому что, понимаете, слепую, конечно, можно купить на такие вот слепые надежды. Но, блин, потом, так сказать, можно об этом пожалеть. Поэтому лично я стал бы выжидать эту акцию примерно на уровнях 1010, 935 и 840 рублей. То есть, вблизи нижней грани боковика. И тут же проходит, посмотрите, исторические минимумы в этой цене. Тоже на этом же диапазоне. И вот там есть резоны постепенно подбирать. Потому что, повторяюсь, дивидендная доходность, скорее всего, в будущем году, по итогам текущего года, 2020, она будет выше. И это будет драйвером для роста цены в перспективе. В итоге, какой-то суперентабельности я в этих идеях не наблюдаю. Ростелеком лучше дожаться на уровне 88 рублей за акцию. Ростелеком, ну, в идеале, от 900 рублей присматриваться к ней. Потому что, во-первых, там двойная вершина нарисована, и она уже сполна себя отрабатывает. Да, есть нисходящий кренд, да, там есть пятиволновая структура, да, можно сыграть на отскок. Но это на отскок, не на средний срок, это самый лютый краткосрок. Но потом цели внизу тоже есть, которые необходимо цене отработать. И еще раз скажу, что первый квартал, вот уж там мировые уже, там банки, фонды, господи, трейдеры, скажем так, они готовятся к тому, что, блин, может быть какая-то волатильность в рынке, может быть. Потому что сейчас что мы видим в рынках? В американском убиты почти все шортисты. Там единственный драйвер, который может быть, это рост, рост, который может быть, это пакет поддержки, выше где-нибудь триллиона или полутора триллионов долларов, если ведут. Они, скорее всего, ведут, ну, опять же, какая сумма будет, триллион или полтора триллиона, тут как бы на воде виллами писано. Вот, и второе, это включение Тесла в S&P 500. Тоже такой вот небольшой памп индекса американского, да, он довольно возможен. Вот, и второй фактор, смотрите, Киви, компании Киви торгуют именно американцы, не российские, а именно американцы Киви. Поэтому в случае коррекции уже на Америке Киви просто в тар-тарары полетит. Она и так в тар-тарары летела в последнее время, там какая-то новость была, по-моему, про дивиденды или про что-то еще, я не помню точно. Но при наступлении рыночных колебаний довольно весомых, Киви и все эти компании, которые торгуются там Яндекс, Киви, Мэйл, именно американцами преимущественно, да, они все пойдут вниз. Поэтому есть, на мой взгляд, рентабельность Киви все-таки подожать где-нибудь на уровне, ну, плюс-минус 900 рублей, вот на нижней грани этого боковика, потому что драйвер, драйвер, это будут дивиденды. Это когда они объявят дивиденды, да, там 10% годовых скажут, там вот будет дивиденд вот такой-такой-то, почитали, ага, 10% или 11% годовых, автопамп, автоматический рост цены будет. Вот этот фактор надо помнить. У меня, в принципе, на этом все. У нас имеется телеграм-канал Биржевик, вот на ссылочку всплывает в контакт-группа Биржевик, там появится новость, аналитика, фундаментальный анализ, технический анализ, акции, валютных пар, сырьевых рынков, нефти, газы и... угля, анализ технических акций российских компаний и прочее. Также обучающие посты по выходным дням. У нас также имеется телеграм-канал Биржевик-облигации, где пользуется фундаментальный анализ облигаций, новости, аналитика, обозрения и прочее, что связано с долговым рынком. И также у нас имеется телеграм-канал Биржевик-банки, он узконаправленный, но посвящен чисто банковскому сектору. Помните, господа, что впереди паровоза бежать никогда нельзя. Нужно обдумывать свою стратегию и действия в рынке наперед. И вот те акции, которые я сейчас рассмотрел, к ним надо будет присматриваться, но не сейчас. В средний срок они, на мой личный взгляд, не годятся. И помните то, что время и грамотная стратегия – это наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.